всем привет еще раз с вами всегда ангрия рыбин решил еще немножко записать пока там грузится видео так вот рассказать хотел вот о чем то что в основной своей массе люди живут не контролируя все что происходит вокруг что это означает все органы человека они предназначены какие-то цели я уже как раньше говорил что там руки для того чтобы делать определенные вещи там что-то брать что-то там держать ноги для того чтобы ходить тогда из каждый орган для чего-то предназначен этом легкие для того чтобы дышать человеку также как допустим разум для того чтобы обрабатывать информация которая поступает и соответственно давать сигналы на то чтобы какие-то реакции происходили то есть для безопасности всего организма то есть если там какой-то там сигнал опасности поступает там человек допустим что-то видит там приближается что-то такое поезд или машина и так далее то мозг обрабатывает сигнал и дает теперь посылать сигнал например там ногам для того чтобы там убежать то есть для того чтобы уйти от этой опасности то есть каждый орган он имеет свое предназначение свое сугубо вот данное предназначение и очень важно чтобы как раз использовать те органы которые у человека существует по назначению то есть вы наверно знаете что если человек будет использовать не присущие органы для этого например если он будет там что-то пытаться там кружку брать ногами вместо того чтобы рукой взять так далее то это будет очень неудобно и результаты будут довольно плачевны то есть гораздо лучше взять ту кружку которая стоит рукой также к допустим если человек будет ходить на руках да он может ходить на руках но это будет для него гораздо более неудобнее чем он выходил ногами его также с головой все он будет использовать голову для того чтобы там стучать об стену то это будет гораздо хуже чем взять в руки молоток и например нам стучать молотком стены тогда что же происходит в реальности человека и это на самом деле влияет на всю жизнь человека то есть как я упомянул мозг это прекрасный вот такое на вычислительный центр человека можно назвать вот так то есть все сигналы которые поступают от сенсоров называемых там зрительные органы чувствительные обоняние и так далее вот мозг их обрабатывает придает им свою окраску исходя из тех стереотипов которые он у него существует и соответственно дает уже там сигналы там это хорошо это плохо это можно это безопасно и так далее так также как вот как хорошая обработка он может там считать различные варианты то есть она в этом случае если поступить так такой результат будет в этом случае так то и там формулы какие-то вычисления то есть мозг в этом прекрасный специалист но вот что и вот это вот что важно это очень важно но важно чтобы человек был хозяином мог управлять вот этими всеми своими органами чтобы именно человек был капитаном вот этого корабля которым он является чтобы он не давал не то что волю а чтобы все органы которые он имеет были под его контролем и вот это вот очень очень важно потому что ну например писать себе что там руки не не являются под вашим контролем тогда руки могут делать все что угодно они могут там трогать что угодно брать там это палки бросать куда-то куда вы не хотите чтобы чтобы они там летели или там что то еще там руки то есть делают без вашего контроля или там ноги например ноги несут вас куда-то куда вам не нужно абсолютно они вот несут или там одна нога идут в одну сторону другая в другую то есть в этом случае человек полностью теряет контроль над данными органами соответственно приходит так называемых несчастье то что человек для себя видит но суть в том что человек старается держать эти органы под контролем но при этом он не не держит следующий орган это разум под своим контролем то есть например вот разум делает прекрасное вычисление но человек не использует его в определенное время когда он нужен то есть если мне например нужно просчитать какие-то варианты если там я какой-то там проект делаю там чтобы экран поднял какой-то груз перенес нам куда-то то мой мозг должен посчитать хорошо там какой метрос нужен какой кран нужен какая мощность нужно чтобы этот груз был перенесен с одного места в другой но когда груз перенесен и далее а мозг продолжает считать а мозг продолжает дальше вот эти вот формулы считать а человек его не контролирует он не говорит мне не не подожди я больше не нужен мне больше не нужны эти вычисления то есть тем самым человек не контролирует свой мозг и вот именно в этот момент начинаются его страдания то есть теперь человек не живет вот в этом вот счастье которому находится в любви а теперь он живет во власти этого мозга разума то есть то что называет он своим маленьким разумишком вот который постоянно вот это что-то считает вычисляет постоянно то есть тем самым и теперь мозг человека является вот этим его капитаном который постоянно что-то считает и вот таким образом человек и проживает свою жизнь постоянно вот его мозг что-то там вычисляет что-то считает куда-то его там гонит чтобы там ноги бежали а руки что-то там делали и так далее и когда человек вдруг остается в тишине и покоя то мозг начинает метаться а что ему делать как быть что делать то есть вот этот называемый неконтролируемый мозг вот поэтому мозгу постоянно нужны какие-то там задачки на чем-то думать что-то там ему нужно пища для размышлений вот поэтому те чудеса так называемые которые ранее были даны как на превращение воды вино или там слепого сделать зрячим и так далее на самом деле они ничего не до не дают человеку хорошего то есть они дают очередную пищу для мозга человека или например если говорить о том вот рассказывать все будущее будет да то есть например там кто будет президентом какие законы будут принимать какие вирусы будут а что при этом будут принято какие меры и так далее то есть то есть людям будет все это очень интересно будет захватывающе они будут слушать ой как интересно им оно расскажет что-то новое что-то еще но кроме как пищи для разума это ничего не будет давать человеку вот поэтому сейчас этого уже не будет ничего никаких таких так называемых чудес не будет будут будут происходить и вещи которые более серьезные и направлены они на взрослении человека через разлом всех его иллюзий через и так называемые страдания то что человек называет страдания на самом деле это не имеет ничего общего с и реальными страданиями потому что эти страдания они просто у них на уничтожение человеческих иллюзий все то есть человек видит их как страдания то есть ему ему что-то неудобно что-то новое не такое как было ранее к чему он привык вот и соответственно это будет восприниматься опять же мозгом как неизвестность а что будет как вот оно оно непривычное значит оно плохо и так далее вот поэтому человек воспринимает это как страдание будет сам страдать соответственно будут заболевания то есть опять же оно все происходит от самого человека от его нежелания учиться контролировать свои органы в первую очередь свой мозг конечно как и контролировать для этого данные все учения все открыто все абсолютно для человека вот вот это такое решил записать такое небольшое видео пока там загружается как раз видите только записал вот так что пишите задать вопросы я здесь для вас всего доброго свидания с богом вот